Друзья, в сохранении памяти великих предков есть главное богатство нашей души. В наших предках корень нынешнего существования, истоки чести, совести, достоинства. В сохранении исторической памяти российского народа заложена идея создания памятника народному ополчению всех времен. Этот памятник возгребен благодаря стараниям многих людей, от бойцов народного ополчения до главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова и депутата Государственной Думы Михаила Шелеметова, от автора эскиз проекта художника Валерия Ключева до депутатского корпуса Синьгородского городского совета и главы администрации Крымской столицы Геннадия Батрии, от рабочих, участвующих в установке величественного момента, и до простых жителей Крыма, поддержавших идею создания памятника. Уважаемый Сергей Валерьевич, прошу вас дать команду на открытие памятника. Дорогие друзья, конечно, памятник это знательное на всех событиях, и на самом деле наше российское государство в самое сложное время всегда спасал наш народ. Простые люди выходили на защиту интересов страны, нашей Родины, ну и, как всегда, для нас это всегда заканчивалась победой, обычно, в вражеской столице, то есть, все мы сами знаем. И также это было в 2014 году, когда простые крымчане разных профессий, разных профессий, которые вышли на улицы, вышли для того, чтобы поучаствовать в правильном процессе в обращении нас на историческую Родину. Вот такой единый народный подъем, который был, он привел нас в бескройную победу, привел нас чисто в родные руки России. И мы сегодня вот с вами отмечаем это прекрасное событие, отмечаем эту площадь, поскольку благодаря энтузиастам, благодаря поддержке городских властей, коллегам здесь все вместе, то есть, что построили тут прекрасную память. Я хочу, конечно, сказать спасибо им с автором, наверное, коллегам, товарищам Сергеевичу Шереметову, Сергеевичу Бахареву, как говорят, инфрация, они видели 19 лет на футы на строительство этого памятника. Строителям всем, в принципе, всем тем, кто не безразличен, но только народу, чтобы спасти нашу страну от передоземного вторжения и в то же время выступить внутренним адресом для решения внутренних наших проблем. Это дорого стоит. Поэтому есть предложение, друзья, памятник со полченцем всех времен открыть. Ура! 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 Для совершения чина освящения памятников, слово предоставляется пратерею Дмитрию Проткову, руководителю военного дела Симферопольской учрежденной епархии. Благословен Бог наш, в памяти и вечно, и в веке и веков. Аминь. Благословен Бог наш, в памяти и веков. Благословен Бог наш, в памяти и веков. Благословен Бог наш, в памяти и веков. В честь, доблесть, отвага, Отечество. На небеси и на земли, Хлеб наш насущный, дашь нам дне, И устави нам в долги наша, Я Боже им не оставляю должник урнаши, И не веди нас в искушение, Но избави нас от кухарных. Этот меч, царство, сенесла, Отец, сенесла, Духанник, не признаю. Господу помоли, Слава, иди. Освещаются крестные знамени, И памятные знаки, Окропления воды всесвященные, Во имя Отца и Сына, И Святого Духа, 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 Во имя Отца и Сына, Отропление в Одессе священное Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Слава Тебе, Христе Божий, благослови нас Слава Тебе Слава Тебе, Христе Божий, благослови нас Слава Тебе, Христе Божий